Десногорск Это не очень хорошая идея, все-таки у ребенка должно быть какое-то сдерживающее устройство Изменения в правилах дорожного движения По факту незаконной охоты подразделением дознания, пункта полиции по Монастырщинскому району возбуждено уголовное дело Смоленскими полицейскими раскрыт факт незаконной охоты Вы не представляете, как мы волновались, когда собирались команды, как мы распределялись Турнир по футболу в лагере Крута А теперь об этих и других событиях подробнее 12 июля в Смоленском районе прошел самый масштабный аграрный праздник области – День поля Это научно-практический семинар, цель которого – знакомство с инновационными достижениями в сфере производства и переработки сельхозпродукции лучшими предприятиями области Новинкой этого года стало проведение пленарного заседания, на котором губернатор поставил задачи по вопросам комплексного развития сельского хозяйства области Лучшим труженикам глава региона вручил благодарственные письма и министерские грамоты По итогам первой смены в детских лагерях региона санитарные врачи оштрафовали несколько организаций, которые готовили горячее питание для детей Было проведено 194 плановых и 13 внеплановых проверок Всего в летних оздоровительных лагерях региона выявлено 105 нарушений санитарного законодательства Госкорпорации «Росатом» в этом году исполняется 10 лет Именно этому юбилею посвящен творческий проект «Десять песен Росатома» Три дня съемочная группа из Москвы гостила в Десногорске Подробнее о проекте в нашем сюжете Идея предложена актером и композитором Тимуром Ведерниковым Он же стал продюсером этой компании Песни были выбраны после опроса во всех городах участников проекта Именно этой десятке были отданы предпочтения Творческие коллективы выбирались на конкурсной основе И вот теперь передвижная звукозаписывающая студия переезжает из города в город И записывает калейдоскоп из песен и исполнителей Проект заключается в том, что есть много интересных, хороших музыкантов Певцов, инструменталистов и так далее И им для того, чтобы записать какую-нибудь песню, нужно прийти в студию А есть идея наоборот Когда студия, вот она такая небольшая переносная студия Приезжает к музыкантам в разных уголках нашей страны И мы их записываем То есть каждый играет какой-то кусочек И потом из этих кусочков создается такая мозаика песни И вот мы сейчас ездим по городам Росатома И делаем такой проект «10 песен Росатома» Где в каждой песне будут принимать участие коллективы, исполнители, музыканты, инструменталисты Из 17 городов присутствия Росатома Задача просто сделать мир немножечко веселее, красивее и музыкальнее С помощью этих песен Потому что, еще раз повторю, все музыканты, которые там принимают участие Они абсолютно искренние, кто-то профессиональные, кто-то не очень Но он вкладывает частичку своей души, своего сердца Поэтому эти песни, они получаются такими Как бы в них очень много-много разных-разных эмоций всех этих людей И, собственно, задача показать там с помощью интернета С помощью просмотра в интернете Что Росатом в данный момент, как бы, да, раз мы работаем вместе Это прежде всего люди Со своими радостями, проблемами, как угодно Но это прежде всего люди После завершения проекта Музыкальный калейдоскоп 10 атомных песен На просторах интернета будет знакомить мир С талантами жителей атомных городов России В областном центре прошел семинар Посвященный актуальным вопросам оказания помощи больным С хирургической патологией челюстно-лицевой области На базе медакадемии врачи обсудили основные проблемы и достижения Предоставление челюстно-лицевой хирургии Жителям региона в полном объеме А также проблему трудоустройства врачей, имеющих соответствующую специальность Должен решить новый медицинский центр, который откроется в Смоленске уже в сентябре Смоленский медуниверситет расширил количество бюджетных мест для абитуриентов Сейчас в медвуз уже подано 2500 заявлений Всего же бюджетных мест 420 Много желающих и на новые специальности, такие как медицинская биохимия И специальное дефектологическое образование в очной и заочной форме Однако самыми востребованными направлениями, как и в прошлые годы, остаются стоматология и лечебное дело Согласно поправкам в правилах дорожного движения, которые подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Детей от 7 до 12 лет теперь можно возить на заднем сидении автомобиля, используя только штатные ремни безопасности С 12 июля вступили в силу новые правила перевозки для несовершеннолетних пассажиров Некоторые из пунктов стали лояльнее к автолюбителям, некоторые же наоборот строже Например, дети от 7 до 12 лет теперь могут ездить на заднем сидении автомобиля, пристегнувшись обычными штатными ремнями безопасности Либо в специальном автокресле Выбор в этом вопросе стоит перед самими автолюбителями Я как водитель с большим стажем говорю, что именно обязательно нужны сидения в машинах для детей На мой взгляд, мне кажется, как будущей матери, что это не очень хорошая идея Все-таки у ребенка должно быть какое-то сдерживающее устройство при аварии, которое могло бы даже не повредить ему никакие органы, чтобы он остался цел и здоров Это самое главное Изменения коснулись и перевозки детей старше 7 лет на переднем сидении легкового автомобиля Делать это можно только с использованием специального детского кресла С 12 лет дети уже ездят, как взрослые, на любом пассажирском месте и пристегнувшись ремнем безопасности Что категорически теперь запрещено, так это оставлять пассажиров младше 7 лет одних в автомобиле во время стоянки За это нарушение предусматривается штраф в размере от 500 рублей и выше В региональном департаменте службы занятости населения сообщают, что по сравнению с началом года безработица снизилась на 7% Кроме того, увеличилось количество вакансий почти на треть по сравнению с началом года На Смоленщине нехватка учителей, врачей, продавцов, строителей и аграриев Десногорские полицейские приглашают горожан на день открытых дверей ОМВД России по городу Десногорску приглашает всех желающих с 9 до 11 часов 15 июля 2017 года в здание ОМВД, где будет проводиться день открытых дверей На данном мероприятии будут рассмотрены вопросы, касающиеся службы в органах внутренних дел, а также поступления молодых людей в 2018 году в учебное заведение МВД России Встречу проведут помощник руководителя и начальники отделений ОМВД по городу Десногорску В дежурную часть пункта полиции по Монастырщинскому району поступило сообщение от государственного охотинспектора о том, что в лесном массиве обнаружены останки дикого животного Неизвестный совершил отстрел лося Как полицейские раскрыли факт незаконной охоты, расскажем в нашем сюжете На место происшествия выехала оперативная группа. Полицейские установили, что браконьер застрелил дикое животное прямо на месте прикорма Были изъяты гильза, фрагменты пули, а также следы обуви возможного подозреваемого Сумма ущерба, причинённого незаконными действиями неизвестного, составила 120 тысяч рублей Сыщики отработали круг лиц, являющихся владельцами охотничьего оружия, и вышли на след подозреваемого, 27-летнего местного жителя Во дворе оперативники обнаружили автомобиль со следами крови и изъяли карабин со следами выстрела 29 патронов к нему, а также свежеразделанное мясо животного Выяснилось, что подозреваемый осуществил отстрел лося, не имея лицензии По факту незаконной охоты подразделением дознания пункта полиции по Монастырщинскому району возбуждено уголовное дело Расследование уголовного дела продолжается Уважаемые граждане, напоминаю, что охота на животных разрешена в строго отведённое время и в определённых законном местах при наличии необходимых документов Законодательством Российской Федерации за незаконную охоту предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет Прогулка смоленских руферов вызвала резонанс в соцсетях В видеоролике видно, как молодые люди с риском для жизни прошлись по закрытому для посещения участку смоленской крепостной стены Башню «Орёл» закрыли ещё два года назад из-за плохого состояния Взрослых беспокоит то, что это не единичный случай, когда юные смоляне рискуют своей жизнью, не осознавая угрозы Переходим к новостям спорта Смоленск принял соревнования будущих спасателей Это первые межрегиональные состязания юных водников 200 юношей и девушек из 17 регионов Центрального федерального округа покажут все навыки, которые могут пригодиться пляжным спасателям Честь Смоленской области доверено защищать ребятам из Десногорска Много лет сотрудники Десногорского отдела МВД сотрудничают с первой школой Совместные проекты сплотили педагогов, детей и полицейских 13 июля ещё один проект воплотился в жизнь Идея устроить спортивный праздник вынашивалась давно Вот только не могли придумать, какой вид спорта это будет Посовещавшись и всё согласовав, решили возродить дворовый футбол Игра азартная, простая и, самое главное, подвижная Проект поддержали в администрации и даже в горсовете Сегодня, наверное, это такой большой праздник, который мы проводим совместно с сотрудниками полиции Я им очень благодарна Вы не представляете, как мы волновались, когда собирались команды, как мы распределялись Было очень приятно, что такое массовое мероприятие, где дети и взрослые, не обошло внимание и нашей городской администрации Мы много лет сотрудничаем, поэтому впервые решили сыграть в футбол Но я думаю, это не первый раз будем продолжать Также ещё перейдём на волейбол, чтобы ребята были окреплены духом И оказывали нам всяческое содействие в нашей правоохранительной работе Поиграть в футбол с воспитанниками лагеря «Круто» пришли не только полицейские Но и десногорский депутат-единоросс, работник Смоленской АЭС Максим Джугань Он выступил за команду подростков Посчитал, что надо поддержать школьную команду и сыграть с ними в одной команде И для меня это было очень круто Игра проходила в два тайма, каждый по 20 минут Игроки обеих команд выкладывались по полной Буквально с первых минут команда полицейских вырвалась вперёд А подростки не успели даже опомниться Играть с сотрудниками полиции – это непросто, но ребятам понравилось Это очень хорошо, первый такой опыт, со взрослыми людьми поиграли Непривычно, конечно, но хорошо Мы сотрудников полиции не боялись, мы относились к ним, как к обычному сопернику Мы их не боялись Несмотря на то, что подростки проиграли сотрудникам полиции со счётом 5-0 Настроение у них ничуть не ухудшилось Ведь в спорте побеждает тот, кто сильнее подготовленнее и целеустремлённее Все участники турнира были отмечены почётными грамотами и памятными подарками Любимое детское лакомство «Мороженое» от депутата горсовета Максима Джугань Получили все участники соревнования Завершилось награждение вручением мячей с подписями всех участников турнира Включая и почётных гостей Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok